МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кыргызские депутаты решили запретить гражданам пышные свадьбы и богатые застолья. В парламенте подсчитали, что Кыргызстан ежегодно проледает на тоях больше 200 миллионов долларов. В первую очередь запрет коснется чиновник. Пышные тои. Ни для кого не секрет, что депутаты проводят. Нурсултан Назарбаев открыл первый в Казахстане «Макдональдс», хозяином которого является его родственник. Обычные любители гамбургеров стояли в очереди по несколько часов. Вот это бахло, грамм, бахло. Это очередь, мороз, холод. Большая была давшая на улицу. Тяжелейшие бои во время перемирия в Сирии. Джихадисты из ИГИЛ воспользовались паузой и теснят войска Асада и умеренной оппозиции. Жители подмосковных Раменок выступают против строительства дороги через их город в так называемую научно-техническую долину МДУ, которая по замыслу должна превзойти американскую силиконовую долину. 110 миллиардов на амбициозный проект, по слухам, получила дочь российского президента. Вот эту дорогу, она никому не нужна. Она раменским жителям не нужна. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую обвиняют в России в причастности гибели российских журналистов, выступила с последним словом в суде. Речь ее была эмоциональна. Савченко заявила, что отказывается признавать правосудие России, спецслужбы которой выкрали ее с территории Украины. Своё последнее слово Надежда Савченко произнесла на украинском языке. И тоталитарным режимом можно скрутить в бараничий риг, если не бояться и быть не злами. А теперь последнее слово вы хотели, да? Вот вам моё последнее слово. Все добре видно? А теперь перекладач, перекладите, пожалуйста. После своего выступления Савченко запела гимн Украины, который подхватили находившиеся в зале суда ее родственники и друзья. Судебные приставы и полиция стали выволакивать поющих из зала и удалили судебного заседания всех журналистов. Прокуроры требуют осудить украинскую летчицу на 23 года тюрьмы. Суд объявил о переносе вынесения приговора на 21 марта, а сама Савченко заявила о продолжении сухой голодовки. Адвокаты озабочены состоянием ее здоровья, так как тюремные власти не допускают к ней украинских врачей. Уже сегодня появились новые симптомы дополнительно к осложнениям работы сердца. У нее наблюдалась тахикардия. В дополнение к нарушению терморегуляции, сейчас она чувствует лихорадку. У нее температура, вместе с тем она нашла в себе силы выступить с последним словом. Тем временем депутаты Европарламента намерены ввести личные санкции против президента России Владимира Путина в связи с делом Надежды Савченко. В санкционный список включены еще 25 российских чиновников и депутатов. Европейский союз в лице главы европейской дипломатии Федерики Маггерини, вслед за главой Госдепартамента США Джоном Керри и вице-президентом Джо Байденом, потребовал от российских властей немедленно освободить Надежду Савченко. Маггерини заявила, что, цитата, сообщения о сухой голодовке Наде Савченко внушают крайние опасения. Российские власти уже отреагировали на заявления США и Евросоюза. И в Кремле, и в МИДе России заявления западных политиков расценивают как прямое давление на независимый российский суд. Вот что заявил по этому поводу пресс-секретарь Путина. Мы не можем согласиться с попытками вмешательства в судебные процессы, которые происходят в нашей стране в строгом соответствии с действующим российским законодательством, к коим, безусловно, относится и процесс Над Савченко. Какие-либо вмешательства здесь недопустимы, существуют определенные процедуры, которые выполняются в настоящее время. В связи с тем, что идет судебный процесс, какие-либо комментарии, по сути, считаем невозможными и недопустимыми. В московском аэропорту Шереметьево российские спецслужбы задержали трех депутатов Украинской Верховной Рады, которые направлялись на процесс. Как написали на своих страницах в фейсбуке Алексей Рябчин, Иван Крулько и Алена Шкрум, российские спецслужбы держали их в отдельной комнате до тех пор, пока рейс в Ростов не улетел. Напомним, что Надежда Савченко является депутатом Украинского парламента, а также членом парламентской ассамблеи Совета Европы. Тем временем в Москве начались судебные процессы над российскими активистами, которые все последние дни выходили на пикеты в поддержку Савченко. Там было арестовано более 40 человек, и всех их сейчас судят в Тверском суде города Москва. В Кыргызстане власти снова озаботились за тратами граждан на свадьбы и прочие торжественные застолья. На них, как подсчитали в парламенте республики, ежегодно в стране тратится более 200 миллионов долларов. Недовольные растратами депутаты предлагают ввести строгие ограничения. Первыми, кого коснутся правила, станут госслужащие, рассказывает Аделет Бектурсунов. Пышные свадьбы и богатые застолья – все признаки роскоши и достатка. Депутаты недавно посчитали – в год на всякие празднества уходит 200 миллионов долларов. Затраты на счастье оказались слишком большими. Через этот законопроект мы надеемся, что общество хотя бы поймет, что это неправильно – брать в кредит, проводить шикарнейшие свадьбы. Депутаты неоднократно поднимали вопрос законодательно запретить пышные торжества. Ведь экономия, особенно сейчас, важнее всяких традиций. Например, чтобы сыграть пышную свадьбу, кыргызстанцы берут кредиты в банках, закладывают свои квартиры и дома. По неофициальной статистике, каждая третья молодая пара вместе с семейным счастьем обретает огромные долги. У меня тоже в свое время был выбор проводить такое, я не знаю, большое мероприятие, влезть в долги и провести это мероприятие. Но я не стал как бы идти на поводу общественного мнения. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Лучше молодожены пускай на что-то полезное потратить. Воздействовать на расточителей планируют, введя в закон определенные порядки. Например, начать ограничивать количество гостей, блюда на столах и даже машина в свадебных кортежах. Однако закон коснется пока лишь госслужащих. Прожигатели чиновников будут наказывать выговорами и увольнениями. Это закон для чиновников, например. Ну как, вот депутата как лишить мандата? И самая опасность в этом законе, что именно сами депутаты будут им злоупотреблять. То есть пышные тои, ни для кого не секрет, что депутаты проводят. В социальных сетях принятие закона поддерживает сотни активистов. Однако большинство депутатов еще не готовы ужесточать правила против самих же себя. Однажды подобную инициативу законотворцы уже отклоняли. Адилет Бектурсунов, Улан Саналиев, для Настоящего Времени. Открытие первого столицы Казахстана Макдональдса приобрело президентский масштаб. Нурсултан Назарбаев стал первым посетителем заведения быстрого питания. Главу республики сопровождали мэр Астаны и министр культуры и спорта. Визит Назарбаева в популярную гамбургерную освещали все ведущие казахстанские телеканалы. Попробовали ли знаменитые бигмаки, высокопоставленные гости, нигде не сообщается. Но причиной их внимания к открытию фастфуда называют бизнесмена Кайрата Буранбаева, который является сватом Назарбаева, внук президента, женат на дочери бизнесмена. Собственно, рядовое для самого Макдональдса событие в Казахстане вызвало небывалый ажиотаж. Люди стояли в очереди по несколько часов. Их контролировали и пропускали полицейские. Видео с открытия фастфуда в Астане разлетелись в интернете и получили многочисленные комментарии американских и европейских пользователей. Похожая картина с очередью и недоумением Запада наблюдалась и в 1991 году, когда Макдональдс открыл свой первый ресторан в Москве. А вот как проходило открытие в столице Казахстана. Дорогие гости, очень скоро мы пригласим вас в ресторан Макдональдс. Студент по имени Тимирлан, первый в Казахстане Макдональдс, пришел за час до его торжественного открытия. И он был далеко не первый. Таких, как он, здесь собрались сотни. Он говорит, что до этого он пробовал еду в турецком и азербайджанском Макдональдсах. Считает, что открытие этого ресторана – признак определенного статуса для страны. Если, допустим, в России или в Америке Макдональдс есть, это уже много чего значит. Потому что компания сама, бренд большой, раскрученный. И в Казахстане то же самое. Есть бренд, есть страна, есть город. Ресторанный зал площадью 860 квадратных метров в первый день работы не мог вместить всех желающих. 200 сотрудников ресторана в течение нескольких месяцев проходили подготовку в российском представительстве Макдональдса. В течение трех лет в Казахстане планируется открыть 15 таких ресторанов. Главные продукты для приготовления гамбургеров – говядина, хлеб, салат, майонез, сыр – импортируются из России. Гамбургеры снимают, его не дотрагают до продукта. Владельцем франшизы Макдональдс в Казахстане является местный бизнесмен Кайрат Баранбаев – сват президента страны. Бизнесмен говорит, что рассматривает возможность производства продукции и в Казахстане. Мы занимаемся вопросами локализации строительства футауна в городе Алматы. Там у нас будет три завода. Это завод по салатам, завод по булочкам, плюс CD – это DC-центр, где будет хранение. Тимирлан простоял полтора часа, чтобы войти в ресторан и попробовать вкус первых гамбургеров в казахстанском Макдональдсе. Александр Орлов, Мадиб Бакмамбетов, Ержана Мирханов, Астана. Из практически закрытого для внешнего мира Туркменистана сегодня пришло видео о подарках всем туркменским женщинам от главы государства Гурбангулы Берды Мухаммедова к 8 марта. Все счастливые обладательницы подарочных конвертов от президента принимали их, выполняя некий обряд. Они целовали конверты и прикладывали их к колбу так, как прикладывают в других странах священные книги и прочие почитаемые предметы. Туркменская служба радио «Свобода» Азатлык сообщает, что в каждом конверте находилось по 50 монатов, что равняется примерно 11 долларам США. Процедура прикладывания к колбу происходила не только в присутствии президента, но и в других местах, что, по мнению журналистов, может свидетельствовать о ее подготовленном характере. Далее в программе. Тяжелейшие бои во время перемирия в Сирии. Джихадисты из ИГИЛ воспользовались паузой и теснят войска Асада и умеренной оппозиции. Жители подмосковных Раменок выступают против строительства дороги через их город в так называемую научно-техническую долину МГУ, которая по замыслу должна превзойти американскую силиконовую долину. 110 миллиардов на амбициозный проект, по слухам, получила дочь российского президента. Вот эту дорогу, она никому не нужна. Она раменским жителям не нужна. Из Сирии поступают сообщения о новых ожесточенных боях. СМИ сообщают, что джихадисты из исламского государства и фронта Ан-Нусра воспользовались перемирием и начали масштабные наступления на позиции армии Башара Асада, умеренной сирийской оппозиции и курдов. Как сообщает Рейтер, особо тяжелые бои развернулись к югу от Алеппо, где исламистам удалось серьезно потеснить правительственные войска и выбить их с важных стратегических высот. Оставлены несколько крупных населенных пунктов. Армия Асада пока не помогает даже интенсивная поддержка российской авиации. На видеорейтер видно, что сражение не прекращается ни днем, ни ночью. Также тяжелые бои с исламистами ведут сирийские курды. Боевики террористической группировки Ан-Нусра предприняли масштабные наступления на их города. В свою очередь джихадисты размещают в социальных сетях видео авиационных ударов сирийских и российских ВВС по городам, которые находятся под их контролем. Это видео из провинции Идлиб, авторы которого утверждают, что российские самолеты нанесли авиаудар по продовольственному рынку в одном из городов, в результате которого погибли десятки человек. Агентство Рейтер, которое распространяет это видео со ссылкой на соцсети, не подтверждает точные даты и место этого авиаудара. Боевики исламского государства нанесли ракетные удары по Турции. Есть человеческие жертвы. Премьер-министр Турции Ахмед Давутаглу совершенно однозначно заявил, что обстрел турецкого приграничного города Килис был произведен джихадистами. Мы пережили трагическое событие в Килисе. Террористы исламского государства обстреляли ракетами с территории Сирии турецкую территорию. Погибли двое наших граждан. Конечно же мы ответили на атаку в рамках правил реагирования на угрозы. Это показывает, насколько хрупко перемирие в Сирии. ИГИЛ не участвует в перемирии. Бои между ними и оппозицией продолжаются. Решение Словении о закрытии границ для всех, кто не имеет документов для проникновения в Шенгенскую зону, вызвало эффект домино. Сербия и Македония также заявили о намерении перекрыть границы для нелегалов, включая сирийцев и тех, кто намерен добиваться убежища в ЕС. После решения о закрытии границ в Греции оказались заперты десятки тысяч беженцев с Ближнего Востока. В скором времени, если новое соглашение по мигрантам между ЕС и Турцией вступит в силу, многим из них придется отправиться назад в Турцию, откуда они приплыли в Грецию по морю и в дальнейшем обратно в Сирию. Тем временем поток нелегальных беженцев в саму Грецию не ослабевает, а наоборот усиливается. Вместо четырех с половиной тысяч в день на греческие острова нелегально по морю сегодня прибывает до семи тысяч человек. Паромы ежедневно перевозят на континентальную часть Греции огромное количество мигрантов. Возможно, это прекратится на следующей неделе, когда турецкие военно-морские силы и военные корабли НАТО возьмут под полный контроль турецкое побережье. Московский государственный университет получил финансирование в размере 110 миллиардов рублей для создания так называемой научно-технологической долины МГУ, которая по замыслу должна затмить знаменитую Кремниевую долину в США. Одним из руководителей проекта СМИ называют дочь российского президента Екатерину Тихонову. Между тем, жители подмосковных городов, через которые пройдет дорога в эту долину, протестуют против строительства трассы. Вадим Кондаков с подробностями конфликта. Эта узкая и длинная полоса стройки очень похожа на линию фронта. Грязь, вырванные деревья, торчащая повсюду арматура. И признаки конфликта буквально на каждом шагу. На заборе висят детские игрушки, видимо, как некий символ того, что рядом со школой идет стройка. А там вот на доме, если видно, висит огромный плакат «Нет дороги убийцы». О многочисленных нарушениях жители Раменок написали уже всем, от управы района до президента страны. Но стройка разрастается и уже вплотную подошла к детскому саду вместе со всеми своими грузовиками и экскаваторами. Вот здесь гуляет мой младший ребенок, здесь гуляет старший. Огромный ковш, несколько тонн, разворачивается вот так, мало того, что здесь ходят люди, дети в том числе. То есть над их головами сама лично видела, несколько раз в сантиметрах просто ковш вот так разворачивался. Вероника сейчас ждет третьего ребенка. Говорит, поддались с мужем, но уговоры президента рожать больше. А нынче увидели, чего стоят громкие обещания. И всем районам теперь боятся за своих детей. Это как фронтовая зона. Ну вот пример, да, наглядный, как ездят по этой дороге, куда вот ходят все дети. Строительная техника. Здесь в округе три школы и пять детских садов. А стройка, словно гигантский нож, разрезала это единое и уютное пространство. Теперь, выходя на прогулку, местные надевают резиновые сапоги. Не бойтесь, я не утону, меня не убьют. Стройка манит детей, словно магнит. Тем более, что в нарушении всех правил забора во многих местах просто нет. Они могут упасть в яму, сломать ногу. Нет, не упадут, не волнуйтесь. А мы за ними следите. Тут есть человек, который смотрит. Тут никого не было. Вот на этой территории. Утром ходят дети. Вот и доходите. Эти кадры, снятые месяц назад, наделали много шума. Жители раненых встали живым щитом, не давая проехать строительные техники. А полицейские вместе с какими-то людьми в штатском расчищали путь. Грузовикам и бульдозерам. Ради этого строительства по-варварски на глазах у ветеранов сломали мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. И объяснили, что стараются для них же, для местных. Вот эта дорога, она никому не нужна. Она раненским жителям не нужна. Есть много версий того, почему городские власти с таким упорством возводят эту странную дорогу. Ну, например, из-за денег. Ведь километровый участок стоит миллиард двести миллионов рублей. Или ради заинтересованности в проекте кого-то очень высокопоставленного. Настолько, что даже обращение к президенту не помогло. До него наши протесты и наши письма просто не доходят. Их тщательно скрывают те люди, которые находятся под ним. И то, как ведут себя строители, на помощь которым вот и сейчас сразу приехала полиция, будто подтверждает догадки местных жителей. Эти протесты не имеют ничего общего с политикой. Мы боремся за здоровье, жизни, за безопасность наших детей. Вот, смотрите, при нас стали закручивать. В суде решаются вопросы. Подавайте суд, а вот так вы ничего не решите. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. В Саратове раскаившийся убийца в течение семи лет пытается попасть в тюрьму и освободить человека, который вместо него отбывает наказание. Однако российская правоохранительная система всячески препятствует ему в этом, закрывая дело и не желая признавать ошибок следствия. Владимир Дмитриев показывает свою переписку последнего времени с судебными и правоохранительными органами Российской Федерации. Все эти письма примерно одного содержания. Ваше участие в преступлении не подтвердилось. Что же, собственно, произошло? В 2008 году Дмитриев выпивал в гостях у своего приятеля Сергея Тимохина в присутствии самого хозяина квартиры и его знакомой Веры Галаевой. Позже Тимохин отправился спать, а у его гостей произошла пьяная драка, в ходе которой Владимир Дмитриев убил женщину. Устроил скандал, кинулся на меня с ножом, пытался на глаз выколоть ножом, и взлеталась борьба. Я пытался нож у нее отобрать, ну и в ходе борьбы так все получилось. В тот момент он испугался и убежал. А проснувшийся Тимохин, вместо того, чтобы вызвать полицию, попытался скрыть следы преступления. Тимохина задержали через две недели. И так как он был самым очевидным и даже единственным подозреваемым, следственные органы, долго не думая, назначили его виновным. А суд приговорил к 11 годам заключение в колонии строгого режима. Появившийся через полгода раскаившийся Дмитриев уже 7 лет кость в горле саратовских правоохранительных органов. Его история вышла на федеральный уровень, но качественных изменений в деле так и не наметилось. Игорь Сергеев, прокурор, утвердивший обвинительное заключение, вообще забыл про это дело и не хочет к нему возвращаться. Следственный комитет провел проверку, посчитал, что его доводы не нашли подтверждения. Прокуратура Октябрьская согласилась, согласился также суд. Все, точку поставили. Даже не помню, что я там говорил. Если человек хочет в тюрьму, пусть он совершает и идет в тюрьму, если ему так нравится. Не секрет, что в российских тюрьмах зачастую сидят невиновные граждане. И это уже не единичные случаи, а скорее системная проблема. Никто не хочет признавать судебную ошибку, потому что в этом случае должны понести наказание лица, причастные к расследованию уголовного дела, к утверждению обвинительного заключения. Ситуация, в которую попал Дмитриев, кажется забавной федеральным СМИ, выпустившим издевательские репортажи про него. Она вызывает непонимание и неприятие у правоохранительных органов. Однако, по большому счету, это некий момент истины для российской правоохранительной системы, ставящий под удар ее основополагающие принципы. В центре этой истории не только жизнь Владимира Дмитриева, но и сам смысл существования его на Земле. Ольга Яковлева, Григорий Гришин. Настоящее время. Саратов. Клип-пародия на президента России Владимира Путина неожиданно принес известность актеру из Словении. Только за неделю ролик собрал почти 3 миллиона просмотров. Сам актер заявляет, что никого не хотел обидеть своей песней и планирует записать пародии на всех известных политиков. Подробности в репортаже «Рейтер». Пародия на Владимира Путина дала актеру и музыканту из Словении Клемену Шлаконье то, чего он не смог достичь с помощью шаржа на Папу Римского – популярность в интернете. За первую неделю клип «Put in, put out» набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров. Путин в исполнении славянского комика горцует на лошади, укращает диких животных, ухаживает за женщинами, поет и танцует. Клемен Слаконье в обычной жизни – актер национального театра Словении в Любляне. Своё ставшее хитом видео он представил на отборочном конкурсе для Евровидения в феврале. Ролик создавался на личные средства пародиста. Я решил сам финансировать видео. Некоторые члены команды работали бесплатно, и это было легче для меня. Потом поступило приглашение вести финал национального отбора на Евровидении, и я подумал, что клип отлично впишется в программу. Идея снять музыкальное видео с Путиным пришла актеру жарким летним днем, когда, по его словам, мозги плавились. Комик говорит, что несмотря на довольно острые выпады в адрес российского лидера, он не хотел никого. Я хотел остаться посередине, чтобы люди могли каждый по-своему толковать и слова, и музыку. Я хотел, чтобы видео понравилось и тем, кто любит изображенного персонажа, так и тем, кто его ненавидит. Речь о том, чтобы объединить людей. Даже ролик 2013 года о папе римском Франциске не принес лаконьи такой славы, как видео с российским президентом. Теперь он ищет спонсоров для проекта, который он назвал «Человек-пересмешник». С помощью меценатов с лаконья надеется снять пародии на канцлера Германии Ангелу Меркель и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин